Совсем недавно Mitsubishi Eclipse Cross пережил большое обновление. Первым делом дизайнеры отказались от характерного оформления кормы. Раньше заднее стекло было разделено горизонтальной планкой, а теперь пятая дверь стала более традиционной. Двухэтажная передняя панель также подверглась серьезной ревизии. Фары ближнего и дальнего света переехали вниз, а на их месте остались только светодиодные секции ходовых огней. В салоне главной обновкой выступил 8-дюймовый дисплей медиасистемы, дополненный механическими рукоятками. Других подробностей почти не было, зато сейчас японцы согласились раскрыть больше технических деталей. Первое и главное известие, по итогам модернизации кроссовер удлинился сразу на 14 сантиметров. Большая часть прибавки пошла на увеличение багажника, который стал объемнее на полсотни литров. Также представители марки похвастались системой оффлайновой навигации, богатым набором ассистентов и собственной акустикой, с мощным усилителем и восемью динамиками. В плане техники без сюрпризов. Главную роль продолжит играть полуторалитровая бензиновая турбочетверка, с которой могут быть состыкованы вариатор или механика. А поборником зеленого образа жизни уготован подзаряжаемый гибрид. В Россию модель приедет в следующем году. Audi дольше всех игнорировала моду на купеобразные кроссоверы. Однако рыночные реалии заставили немцев сдаться. И в производство пошел Q5 Sportback. Вскоре новинка выйдет на российский рынок. Но, как предсказывают сертификационные документы, в местном офисе четырех колец решили ограничиться только одной версией модной модели. Так, Audi Q5 Sportback предложит сочетание двухлитрового турбомотора и семиступенчатого робота. При этом двигатель оснащен мягкогибридной надстройкой, ради которой позади заднего дивана появился небольшой аккумулятор. Этот же агрегат станет основным для обновленной версии простого Audi Q5. Но вдобавок он сможет привлечь клиентов двумя трехлитровыми модификациями. Бензиновый и дизельный. Старт продаж обеих машин, видимо, не за горами.